Паш, как слышно? Слышно хорошо. Можешь начинать подъем? Потортую. Все, значит, дальше у нас 227-я группа. Первый, варьер, толкните. Вот. Да. О, да, хорошо. Заживали, заживали. Паде, Паде, обратно, стой! Паде, обратно, заживали, мяфт. Стой! Все знают, что есть несколько составов в Большом театре, несколько составов оркестра, и те же смены технические. Это же разные смены, мы понимаем, что их по несколько смен работает. Театр — это как доменная печь. Работа круглосуточная практически идет. Оружие исправно. Перед использованием его еще раз почистят. Ленский и Онигин возьмут пистолеты эти и проведут всем известную дуэль. Миш, ищи там! Я не вижу! Я не вижу! Я не вижу! А это все, что мы можем. Все отлично. Как право. Здесь всегда работали энтузиасты, которые любят театр, любят оперу, любят балет. А кто не любит, тот не задерживается. Так, проверка связи, как слышно, правой? Левая, как слышно? Как-то был сон, когда я не могла дойти до сцены, я блуждала по каким-то коридорам, причем я понимала, что я опаздываю, что вот уже спектакль начался, меня не было на рабочем месте, это было один раз. Меня пугал размер этого театра, мне казалось, что я здесь не выживу, в большом коллективе. Но когда я сюда попала, я пришла в зал, стояла в конце портера, и вот я до сих пор помню, открывается занавес, и весь зал как один сделал так. Это что-то невероятное было. У нас есть паспорт спектаклей, что мы делаем, как мы делаем, когда, а если нет ничего, там написано. Наслаждаемся. Попасть в большой, ну не то, что там трудно, да, можно, но каждый раз иметь возможность смотреть это из-за кулис, это немножко другое. Я вот в тот момент поняла масштаб, куда я попала. И, конечно, когда ты окунаешься, ты уже из этого вылезти не можешь. Большой театр — это огромная структура, одна из самых больших структур среди театров нашей страны. Постановочная часть — это огромный коллектив. Это люди, которые любят театр, которые бальны театром. Это большой и сложный процесс, в который вовлечено огромное количество людей, которые зависят друг от друга в смысле качества работы, которые каждый из них выполняет. Это все такая система, организм, тоже своего рода оркестр, в котором каждая партия важна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы только часть чуда этого делаем. Мы доставляем декорации конкретно на три сцены — новая, основная, историческая и Камерон. По заявкам отделов МДЦ, так называемый машинодекорационный цех, мы составляем заявку, когда, во сколько, что, куда все это привести. Пришел в 2011-м, в июле, со мной открылся отдел логистики, так называемый, в театре. Не было отдела логистики никогда в Большом театре. Да и вообще, я думал, в театрах мало где было, и мало где есть, наверное, сегодня. Я его начал, скажем так. Все разработано было с нуля. Алло, три контейнера, да, у нас завтра, на среду? На новую? Здесь есть разгрузочный узел, подъезжает машина. Из машины специальное оборудование выгружает сетку, где находятся декорации, и уже завозится сюда, где люди собирают эти декорации. Так, готовимся за зеркало, опускайся. Ахапачи — это художественно-постановочная часть. В нее входят сценические цеха, машинодекорационный цех, который занимается монтажом, подготовкой, развеской, декорацией и их перемещением в ходе спектаклей и репетиции. Это цех специальных эффектов и механики сцены. Операторы, 67-й штанкетный подъем на 5 метров вниз. Есть цех постановочного освещения, который занимается световым оборудованием и всеми светящимися элементами декорации. Есть мебельно-реквизиторский цех, который занимается оружием сценическим и обеспечивает животных, которые участвуют в проведении спектакля. Цех оперативного ремонта — это такой цех, который есть не во всех театрах. Он очень полезен, потому что все, что касается срочного ремонта, подкраски какой-то декорации, подшивки чего-то — это то, что происходит на сцене постоянно при подготовке спектаклей, когда есть специальные люди, готовые с инструментами в любое время прийти, отремонтировать. Это очень эффективно. Поехали вниз. Стартуем. Само по себе здание исторической сцены, его сценическая часть, техническая зона — это 10 этажей выше уровня земли и 6 этажей ниже уровня земли. Так, не получается, я сейчас сваренник тогда попробую. У нас переходы с оперы на оперу, на балет — это всегда ночная смена. Спектакли все большие, все объемные. Наш машинодекорационный цех занимается монтажом и демонтажом декораций. То есть то, что постановщики сделали, поставили. Сколько бы лет не прошло спектакля, мы должны соблюдать авторские права все делать один в один, как и было, в принципе. Вот когда начинает готовиться спектакль, макеты, смотрят, ребят, ой, такой тяжелый спектакль, будет такой тяжелый спектакль. В том, когда уже начинается монтировка на сцене, все налаживается, все уже нормально. Говорю, ребят, ну, сколько вам говорю, как макет смотрите, все тяжело, тяжело. А как смонтировалось? Все легко. В театре я работаю с 84-го года. Уже 38-й сезон пошел. Поступил на подготовительное отделение по вокалу. И мне мой педагог посоветовал устроиться на работу, чтобы музыку лучше знать, слушать солистов. И вот так я попал в Большой театр, пришел, устроился, и я вот так остался, втянулся, слушал и оперы. Одно и в балет влюбился, начал балет смотреть тоже. В основном приходят без спецобразования. Учатся все здесь, на месте. То есть механизмы там все изучают, все это есть. А вот как декорации монтировать, как удобно переносить, как быстрее демонтировать, смонтировать. Это мозги должны быть. Без этого никак. Еще. И чуть вперед его. Чем интересна новая сцена, площадка встраивалась в имеющееся здание. И поэтому есть какие-то особенности, с которыми мы до сих пор сталкиваемся. И мы постановочные группы. Нюансы, которые немножко усложняют процесс. И выпуска спектаклей вообще как бы не дают художнику разбежаться. С точки зрения масштаба площадки, всегда художники хотят больше пространства. Глубже сцену, шире карманы. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, потому что нам нужно декорацию где-то готовить, где-то заряжать, где-то собирать. Давно мечтаем проломить стену в соседний театр, который у нас через стенку. Я когда пришел в театр работать, я застал еще те спектакли, которые практически полностью были писаны. Там задники, проездные задники, кулисы, падги, все. Но где-то к середине двухтысячных тенденция нас начала вести к каким-то уже более современным решениям, настоящим уже строительством, иногда многоэтажным, на сцене. Чуть-чуть ее сдвиньте на левую сторону. На левую здесь мы сейчас спрессорно. Когда проходит какое-то время, уже спектакль обкатывается, и уже сокращается время монтажа. Сложность немножко по-другому рассматривается. Я работаю в Большом театре с 2008 года. Начинал осветителем, пока учился в школе-студии МХАТ. Потом мне предложили стать начальником цеха, когда театр запускался после реконструкции. И 10 лет я поработал в качестве начальника осветительского цеха. Ну, а получается, уже два года назад стал заведующим в художественной постановочной части. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ Еще в студенческие годы, когда учился в первом своем учебном заведении, музыкальном училище, пришел под работу с театра, понравилось, захватило и захотелось продолжать двигаться в этом направлении. Обычно вот такие масштабные спектакли оперные, мы некоторые за неделю до спектакля собираем, некоторые за две недели уже начинаем собирать потихонечку. На арест-сцене собираем, и внизу на склады спускаем. Развешиваем, монтируем. Ну, то есть, кектакли у нас, считай, световые рептицы бывают, и технические рептицы у нас бывают. Хороший так. Ребят, подойдем, мягкую отгоним, чтобы 19 штангет прошел. Там вот брусочек торчит, я его вижу. Все, проходит. И печку еще. Туда, назад. 19 идет. Это самый любимый процесс, потому что ты стоишь один на авансцене с рацией. Весь цех при этом находится в кулисах, в ложах. 24-е. И луч за лучом ты направляешь так, как это придумано, с четкой задачей художественной. Это как писать картину. Ты мазок за мазком, собираешь потихонечку сначала контур, потом выписываешь детали, и для этого нужна темнота. Обычно на это уходит часа 2-3 перед репетицией или спектаклем, так, чтобы мы могли уделить время каждому прибору. На любой сцене их больше сотни. Я работаю уже 11 лет. Попал, когда случилась реконструкция, меня позвали друзья. Приходи, посмотри, что у нас. Я пришел, софиты на тот момент были опущены на сцене, увидел количество аппарата и понял, что я хочу на нем поработать. Художники по свету в Большом театре это одни из немногих людей, которые работают на всех спектаклях, независимо от того, новая это сцена или историческая опера или балет. На сегодняшний момент я видел каждый спектакль именно в этом театре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 музыку я всегда любила здесь просто я больше окунулась в это мой кругозор расширился каких-то операх я даже понятия не имела нас много на опере работает порядка 20 гримеров трое на мужских солистов трое на женских дальше делится на мужской меман женский меман мужской хор женский хор но вот в общей сложности где-то человек 20 обслуживает скажем спектакль нужно очень быть уравновешенным и спокойным человеком потому что ситуации бывают разные мы не вправе вообще вступать в конфликт с артистом любые капризы переменные перепады настроения проблемы в семье и так далее и тому подобное они выносятся в процесс работы и ты должен зарядить вот позитивом и так сказать отправить на сцену мы заканчиваем и я вижу через зеркало как человек меняется во взгляде он смотрит на себя он видит этот результат который получился я вижу что ему нравится что не он уже сидит там или борис сидит или филипп не знаю любой другой персонаж то есть и ты от этого испытываешь кайф нашла все получилось все службы внутри себя цеха как у нас их значит называют они имеют иерархию сольный костюмер это вершина знаете как был камердинер скажем в аристократических замках англии ты же это самый близкий человек это человек доверенный который в курсе всего бывают такие костюмы как например шоу борисе годоновой который артист просто одеть сам не может поэтому ее нужно подать почему и вот так вот подают опускают вниз снизу застегивают и артист туда шагает значит вы вот так вот это мы даете на плечи он засуга и туда руки и управлять этот воротник то есть тяжелый костюм сам по себе маш вот сейчас труп положишь залезь ко мне в шкаф там на какой-то полочке лежат два пёрышка увидишь положите пёрышки при мне на стол на видное место ладно ладно сделаешь и прямо на стол положи на в театре я работаю 71 года я начальник мужского костюмерного цеха х к ч нашу задачу входит приготовить костюм по выписке гладим парим если это нужно привозим балетный костюм как правило там застежки сзади поэтому значит если даже он берет свой костюм то все равно вы должны все это застегнуть балет еще чем сложен туфли пришиваются поэтому у костюмеров такие просто не сделаны там много-много-много ниток мы например раньше сдавали экзамен вот сейчас у нас бабочки делают вот настоящий как магазин а раньше это был самовяз то есть это лента которую нужно было завязать бабочкой и мы как бы сдавали экзамен понимаете же не просто так завязать чтобы это у тебя вот красиво стояло туфли пришивать я тоже на все умеете я вот брюк хожу все время потому что привыкла в театре когда туфли зашиваешь ты же наклоняешься стоишь на коленях в юбке не очень удобно скажите пожалуйста суфлеры подошли к вам нет еще пока не подошли спасибо лет давайте когда подойдут свяжемся с вами спасибо большое есть музыкальные дирижеры есть технические дирижеры практически мы вот и руководим порядком воспроизведения и света и декорации и выхода артистов контроль команды это все от нас идет начинаем работать опроса артистов на месте как говорится перекличка проверяем явку дальше проверяем готовность сцены готовность всех служб проверяется и начиная с первого звонка уже более точно организуется за кулисное пространство организуется свет гасятся все дежурные свет и так далее и приглашается маэстро мы даже дирижер приглашаем маэстро мы готовы мы ждем вас я как старший мастер сижу рядом с режиссером веду спектакль как мастер-сцена я им даю все команды по моей команды сидел убирают декорации разъезжается чуть-чуть чуть-чуть медленность чуть-чуть все сейчас нормально нормально же наверху готовься на первую на сцене существует большое количество жестких объемных декораций которые предварительно монтируются которые занимают довольно значительная часть сцены и передвигаются ручную монтировщиками по команде ведущего режиссера тут важно не просто передвинуть из точки а в точку б сделать это художественно вовремя с нужным ускорением с нужным замедлением многие оперы почти все найдут знаю русский особенно и даже когда слова не те иногда сбывает вставляют по инерции это видно бывает слышно бывает и болит также в принципе вот музыка играет я вам вот несмотря на сцену я уже так вижу что за движение на сцене происходит в это время каждый цех сам по себе свой мир со своими задачами все с ними справляются проблемами конечно они есть у каждого цех но соединить все это и сделать это беспроблемно сделать это в удовольствие и под музыку не просто как я хочу а еще чтобы это было в музыкальном материале в сюжете в нужный момент вот это и есть удивительная часть нашей работы это мы и делаем да да но если у тебя есть тезе присылай мне мы решим ну тогда это надо кинуть я не в большом театре я работаю с 2002 года должность заведующую постановочной частью я занимаюсь 2006 так сложилась судьба я закончила школу студиум хат и судьба свела с большим театром никогда не думал раньше что буду на постоянной основе работать театре потому что когда заканчивал школу студии думал что буду таким фрилансером работники проектах как-то так вот жизнь сложилась я перестроился и в общем-то теперь для меня театр это как родной дом я здесь я чувствую даже мне кажется более спокойно чем дома так на эту меч дон кихота шпага но естественно это оружие все безопасно но не заточено но очень крепко и здесь работаю 10 лет в театр попал совершенно случайно думал так просто посмотреть для интересов а потом получилось так что здесь остался работать но я раньше совершенно другим видом деятельности занимался совершенно для меня новый образ жизни совсем другие люди не таким какими привык наверное вот это вот привлекло сначала а потом стало получаться понравился этот ритм работы и жизни он удобный комфортный хотя приходится работать по 6 дней в неделю ну как так сложилось вот это для лжедмитрия смазванца вот это для воевода обязательные наши обязанности это обеспечивать исправно и безопасно оружейный реквизит контролировать его исправность обучать артистов использовать его на артистов никогда не задумывался о том сколько их точно пусть 300 реквизиторов гораздо меньше я думаю что артисты реквизиторов в лицо знают гораздо лучше чем реквизиторы артиста скажи им чтобы от двери отошли ребят на двери тени создавайте конечно бывает всякое прибор не включился организация какая-то не справилась или артист где-то что-то зацепился или что-то все бывает вот профессиональная сторона нашей работы она заключается в том чтобы быстро вовремя среагировать и обыграть это так чтобы не было заметно зрителям артисты не очень любят вставать в наши точки входят в роль и вдруг останавливаются за пять метров от того места где они должны были становиться изначально в этот момент ты конечно должен быть с ним сделать так как будто он сделал что-то правильно попал в свет и поправляешь свою партитуру под него во время спектакля я обязательно выхожу в зал тем более это какие-то париковые сложные спектакли обязательно я смотрю из зала как хор выглядит как выглядит лиман солисты за кулисами когда переодевание соответственно здесь это страшный сон гримеры хочу сказать когда тебе кажется что там что-то может отвалиться отклеится ну это страшно это давайте не будем об этом конечно они мне как дети все ну несмотря там на своих каждый со своей привычкой понимаете одному нужно потрогать другому нужно уколоть да да некоторые артисты кстати говоря специально укалывались не буду называть фамилию это у мужчин были женщины когда вот костюмер его подшивает и в последний момент делает движение она и начинает ругаться а это все для того чтобы адреналин понять чтобы выйти на сцену стемер даже для этого знаете как это человек макивара повод для того чтобы поднять себе адреналин ну спартак там у нас вообще вешено переодевание просто вешено они мокрые все приходят вы не представляете себе костюм спартаковца переодевается три раза потому что сначала он выходит просто в одном колете потом он должен надеть плащ потом когда сцена измены вот они там бросают эти плащи мы там с нами за кулисами помимо еще этого учтите что солисты в балете да им нужно попить водички им нужно мокрое полотенце вот он выскочил на вариацию ушел а даже закончилась идет вариация нужно протереться попить тоже костюмер спектакль спартак например опускание и поднятие тента это знаете как целая команда на яхте работает потому что есть фалы которые приводят в движение вот этот вот тент там есть марки разного цвета отмаркированы на веревочках то есть нужно тянуть с определенным скоростью до определенной марки и все участники значит выполняют это по разному действия на каждой повестке это работа как найти хороший парус на регате 8 8 8 8 8 8 8 8 9 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 10 10 10 10 10 10 11 12 15 15 15 12 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 16 18 19 19 19 19 20 20 21 21 20 Что отличает старые спектакли, что они, конечно, сработаны очень рационально. Количество каких-то художественно-постановочных действий, оно минимизировано. А большая классика, как Лебедина, там Спартак, там все выверено, знаете, как в египетских пирамидах. Там ножа не подсунешь. Там повестки, вот она стоит, как на премьере она стояла, повесточка, так она и стоит. Дворец и люстра. Вот здесь поднимаются дворец и люстра. Вот они еще поднимаются, поднимаются. Здесь уже герб от 14-й верховой. Лебедина озера с точки зрения именно живописно-декорационного оформления довольно простой спектакли. С точки зрения жесткой декорации есть нюансы, потому что перемены в декорации, перемены между дворцом и озером происходят вживую на зрителях. То есть в этот момент дворец не закрывается. Сотрудникам постановочной части нужно делать этот переход максимально тихо, плавно, чтобы для зрителей это было волшебством. ЦСЭ, это цех спецэффектов и механики сцены, это все, что ездит, все, что дымится, все, что сыпется. Это мы. Иногда, что греха таить, высказывают в том плане, что он мешает дым. Но все равно и самим солистам это тоже, потому что красиво, как ни крути, да, картинка должна быть. Я работаю в цехе спецэффектов в Большом театре. Как и многие говорят, дело случая. Я в то время работал в кино, а он был на реконструкции. И вот я попал сюда, и вот как-то так получилось, что поговорил, можно будет попробовать. И в 12-м, в октябре, по-моему, я пришел в Большой. Если положить руку на сердце, да, я был далек от оперы, от балета вообще. А когда пришел сюда, я залип. Классика меня вообще не интересовало, то есть не до этого было. Есть спектакли «Сухие ладошки», а есть спектакли «Влажные ладошки». Вот некоторые спектакли – это «Влажные ладошки», потому что, ну, особенно, когда спектакль давно не шел. Дирижер пошел в оркестр, первый акт Ромео и Джульетта начали. Или есть какая-то, так сказать, замена, или какой-то элемент, допустим, был, там, сломался и был заново сделан. Вот «Влажные ладошки» у нас стало нарицательным таким. А вот Ромео и Джульетта здесь на новой сцене – это «Влажные ладошки»? Когда была, перед премьерой, это были «Влажные ладошки», да и сейчас будут «Влажные ладошки», потому что долгая перемена. И там есть, в силу того, что на Тефлерах, помните, мы говорили, что там опускание идет на Тефлерах, медленное. И мы до сих пор не можем в себе эстетически вот принять такое решение, где одна картина еще не закончилась, а другая уже началась. А там это, получается, вошло в часть художественного решения. Это трудно бывает привыкнуть, потому что тут еще трупы уносят с площади, а тут уже кровать приехала, понимаете. Это вот как-то вместе идет, да, такое постмодернистское, фантасмагорическое, особенное решение спектакля. Нам проще. Нам сказали от сих до сих, да, там, вышел, отдымил. И опять же, вот, да, вышел, отдымил. Все равно рассчитываешь, чтобы он оправдал себя этот дым. Не просто там зашел и надымил, а на самом деле, чтобы, да, это зритель увидел. Когда дымишь, выходишь на сторону, на монитор смотришь и понимаешь, да, вот сегодня получилось, вот сегодня, да, самому нравится. Место силы — это, безусловно, сцена. Это место, где стекаются все усилия всех коллективов, творческих, нетворческих. Когда все хорошо идет на сцене, когда аплодисменты, все вдохновлены, там, и так далее, это тоже определенное вознаграждение моральное за хорошо сделанную работу. Когда закрывается занавес, понимаешь, что на сегодня сказка закончилась. Какая-то есть такая печаль. Вы знаете, он закрылся, и все. Вы знаете, если была возможность, я бы, наверное, не уходила отсюда. Потому что, ну, если здесь ничего нет, да, то есть верхняя сцена. Там что-то происходит. Там тоже вот сами вот эти репетиции. Как это все. Я... Не обязательно, да, там, меня туда послали или еще куда-то послали. Я иду сам и смотрю просто для себя. А когда нет там ничего, идешь на новую сцену, там что-нибудь происходит. Я раньше, когда первые годы работал, уходил в отпуск. И во время отпуска уже скучал. Мне уже хотелось на работу идти, слушать эту музыку волшебную. И когда я приходил, у меня просто голова, вот, я это не преувеличение, а окружилось от счастья, от радости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok